Чисто там, где не мусорят, такой позиции придерживаются жильцы дома по Ржаникидзе. Однако некоторые соседи все же могут с этим поспорить. В новогоднюю ночь вместо конфетти здесь летели бутылки, окурки и даже консервные банки. Переполненные мусорки у подъездов лишь полбеды. Следы длинных выходных можно увидеть под окнами на тротуаре и зеленой зоне. Кто-то на радостях не пожалел даже ограду клумбы. Металлические уголки просто-напросто согнуты до земли. Жильцы домов 42 и 42А в ужасе. Разве так можно? И добавляют, такого на их памяти не было никогда. Вчера посмотрел, это вообще кошмар. Ужас. Как помойка какая-то за домом. А кто может нарушить это самое? Намусорить. Только жильцы сами и намусорили. И правда, картина за домом ужасает еще больше. Тут уж кто-то повеселился на славу. Бутылок не счесть. Здесь же банка из-под горошка, овощи и все то, что осталось от новогоднего стола. Можно найти даже сломанные ролики и обувь. Мусорные пакеты висят прямо на деревьях, как елочные игрушки. Один дворник бы здесь убирал очень долго, поэтому мы собрали бригаду. И они в течение получаса навели порядок. В постоянной основе мастера ЖЭО, также и начальник со своей стороны контролирует уборку придомовых территорий. У нас есть определенная периодичность уборки. Вид из окна Натальи Чабан не самый приятный. И пенсионерка живет на первом этаже и нередко видит такую картину. Но в этот раз соседи, говорит, побили все рекорды. Хотя, казалось бы, до оборудованной площадки с контейнерами всего 250 метров. Меня возмущают не так эти бутылки, как женщины. Это все от женщины, понимаете. Остатки пищи, это все женских рук дело. От еды, очистки картофельные. В общем, все, что должно было, вынесено на мусорку. Я вот свой мусор вот связан у меня стоит. Пока одни активно занимаются благоустройством города, другие всячески этому мешают. А ведь убирать за собой учат еще в детском саду. Тем, кто урок так и не усвоил, грозит не только осуждение, но и до 1110 рублей. И здесь суть даже не в штрафах. В год на одного белоруса приходится свыше 400 килограмм мусора. Только представьте, во что превратится зеленая точка на карте, если каждый последует плохому примеру.